Дорогие друзья, всем ташиды лек. Здравствуйте, очень рада вас здесь приветствовать. Мы сейчас с вами немножко поговорим о тибетской письменности, поговорим о том, как пишутся тибетские буквы и пойдем здесь у нас с вами рядом есть помещение, порисуем тибетские сутры, соответственно попробуем себя в роли человека, который пишет тибетские тексты. Я понимаю, что вот пока наши драгоценные учителя-монахи читают молитвы, желающих много быть рядом, а вот самому потом идти изучать тибетский язык, переписывать, конечно, желающих уже меньше, потому что кажется, что, наверное, это не очень нам нужно. Но, вы знаете, я много раз слышала такое мнение, обращаются с таким вопросом очень часто к учителям, к ламам, так ли уж нужно знать тибетский язык, так ли уж важно, нужно нам читать по-тибетски, писать по-тибетски. И учителям, они очень многие говорят, что в чем здесь у нас с вами вопрос, вот тибетский язык, на тибетский язык у нас с вами переведено святое учение победоносного, учение Будды в огромном объеме. И в таком объеме на русский язык у нас сейчас с вами учение пока не переведено. И переводчики, которые перевели учение на тибетский язык, они сделали это безошибочно. Это у нас с вами были великие переводчики, в том числе и просветленные, достигшие очень высокой реализации. Поэтому тибетский язык сам по себе, он обладает особым благословением. И поскольку вот есть это благословение в нем, конечно же, когда мы с вами пишем по-тибетски, когда мы с вами читаем по-тибетски, вот не по подстрочнику, когда мы немножко понимаем что-то, мы совсем по-другому чувствуем эту практику, эту молитву. И это помогает нам с вами как-то по-другому осознавать ту практику, которую мы выполняем. Поскольку тибетские буквы, на них переведено учение Будды, записано, и на самом деле еще у нас с вами сейчас поговорим об истории создания тибетской письменности, есть особое благословение с этой письменностью связано. Один лама мне сказал, что уже только знание алфавита тибетского языка закрывает для нас с вами врата нижних рождений. У нас с вами есть три нижних рождения – адские миры, миры голодных духов, животных. Вот здесь в воскресенье соберутся животные, те, кто не учил в прошлой жизни тибетский язык, туда попали, в это, соответственно, тело. Вот эти миры, если мы с вами соприкоснемся с тибетской письменностью, эти миры будут для нас закрыты. В следующей жизни мы, по крайней мере, не будем няукать. Вот это вот как бы такой, знаете, дает нам определенную гарантию. Ну, уже куда мы попадем, там другой вопрос, но, понимаете, здесь тоже вопрос, можно верить, можно не верить, но я очень доверяю всему, что мне говорят драгоценные учителя, вот, и поэтому думаю, что да, нужно использовать такой шанс. Ну, теперь давайте мы с вами поговорим о тибетской письменности, ее создание вообще как таковое было связано, я постараюсь не доедать вам долго, тоже там, всеми всякими этими лекциями. Ее создание даже было связано с необходимостью переводить учения на тибетский язык, потому что в VII веке в Тибете пришел к власти тибетский царь Саценгампо, который хотел вывести Тибет из такого зависимого положения относительно Шаншунга, и он решил принять религию буддизм в Тибете для того, чтобы эту религию развивать, продвигать, потребовались переводы текстов. Отправлялась молодежь в Индию для того, чтобы там обучиться, обучиться религии, обучиться знаниям разного рода. И на самом деле экспедиции тогда были очень сложные, тяжелые, мало кто вообще мог дойти до Индии, потому что шли пешком через такие достаточно тяжелые высокогорные районы. Ну, и первые экспедиции вообще потерпели неудачу, пока в Тибет не отправился сын одного из министров. Сына звали Танми Самхота. Вот этот вот юноша, он вообще подростком пошел еще. Он был очень талантлив, в Индию он блестяще отучился, он знал 364 разных видов каллиграфии, письменности, он изучил грамматики разного рода, и вернувшись обратно в Тибет, он создал ту тибетскую письменность, которая почти без изменений дошла до наших дней. Ну, если нам с вами говорить какие-то интересные факты о жизни Танми Самхота, то еще когда его отправляли в Индию, приехали к его отцу, министру, договариваться о том, чтобы он отправил своего сына, и отец в тот момент пахал поле, а он спал где-то там на меже. Ну, давайте мы с вами представим, что министр пашет поле. Это уже как-то нас с вами немножко удивит, наверное, с одной стороны. Но с другой стороны, мы с вами должны понимать, у этого министра поле было, потому что в Тибете очень мало плодородных земель, и, в общем-то, вот то, что у него были вот эти вот плодородные наделы, это уже как бы говорит о многом. Сам Танми Самхота, потом вернувшись обратно в Тибет, разработал тибетскую письменность, написал несколько трактатов по грамматике, и, соответственно, также он был министром при дворе царя Санценгампо. Ну, интересно еще у нас с вами такой его уход из жизни, после того, как он ушел из жизни, он завещал, вы знаете, наверное, что у нас с вами в Тибете есть разные традиции похороны, и он завещал, чтобы его тело кремировали, а в Тибете было принято святых людей, таких важных, учителей помещать в специальные погребальные ступы. И вот это вот, соответственно, его завещание не было выполнено, его тело было помещено в ступу, и потом, впоследствии, эта ступа погибла во время набегов джунгаров на эти районы. Ну и, кстати, вот относительно того, почему тибетцы проводят расчеты, как необходимо в посмертии, соответственно, распорядиться с останками, его род потом впоследствии прервался. То есть у нас с вами потомки Танми Самхота, они на данный момент, в общем-то, они не существовали впоследствии. Но когда Танми Самхота создал письменность, он создал ее по образцу индийской письменности, и в основу влегла индийская, собственно говоря, и письменность, и отношения, какие должны быть буквы и так далее. Ну, в письменности у нас с вами, что интересно, только согласные буквы, только согласные считаются в тибетском языке буквами, гласных звуков у нас как таковых нету, есть специальные антикритические знаки, которые пишутся сверху или снизу, и таким образом, соответственно, меняют там гласные огласовки. Далее, что у нас с вами происходит в тибетском языке? Письменность у нас с вами очень древняя, я вот хорошо запомнила, когда, знаете, вот бывают какие-то такие эпизоды в юности, в детстве, которые запоминаются очень-очень отчетливо, я очень хорошо запомнила, как на каких-то уроках в школе истории древнего мира, там, когда только появилась история, нам рассказывали, что в древнем мире письменность была, писали только согласные буквы и писали без всяких интервалов, вот только сплошные согласные буквы были. Ну и вот потом последствия, когда я начала учить тибетский язык, я вдруг столкнулась с языком, где пишут только согласные и вообще-то без интервалов. И я поняла, что вот она, эта самая древняя письменность, которая практически без изменений дошла до наших дней. У нас с вами очень интересный есть момент в тибетском языке, мы слова не разделяем. Мы с вами потом, когда пойдем писать странички с утра, вы увидите, у вас слова не разделяются. У вас есть специальные точки верхние, они разделяют слоги. А слова у вас написаны просто вот без интервала. И если вы не знаете заранее эти слова, вам на самом деле читать будет очень сложно, потому что вы даже не будете знать, где вам сделать паузу, где вам, соответственно, прерваться. Вы будете читать там «ма», «ма», «мы», «ла», «ра», «му». Не знаю, где вообще слово начинается, заканчивается. Но это все вопрос как бы жизненного опыта. Первоначально, конечно, вот те времена, когда появился тибетский язык, те времена, когда у нас с вами появился буддизм в Тибете, буддизм остался все-таки на тот момент религии и знати. Саценгампу, его приближенные, аристократия, высшая, они исследовали буддизму, он тогда еще не распространялся среди простого народа. Потом уже впоследствии, во времена царя Адресона Децена, буддизм распространялся повсеместно, появились уже и монастыри крупные, появилась традиция монашества, появилась традиция мирян, практиков, соответственно. Но, тем не менее, вот это вот начало письменности, начало перевода текстов, оно было положено вот с тех вот времен, когда Танми Самхота все это создавал еще в VII веке. И на севере от Илхаса есть понастырь, называется он Пабонг, а в этом монастыре есть надпись «Ом мани падмэхум», мантра очень известная. Ну, считается, что вот эту мантру, ее сам даже Танми Самхот своими руками выбил. Вот. Танми Самхота написал несколько трактатов по грамматике. Ну, трактат по грамматике, когда мы говорим, это нам как-то так, ну, звучит прямо так солидно. На самом деле, трактаты, два из них дошли до наших дней. Один даже есть переведенный на русский язык, но он не очень длинный. И это такой, знаете, свод правил, как правильно писать, там, жиши, пиши с буквой и, там, приставку без, без, там, где писать с буквой са, где писать с буквой за. Вот. Соответственно, такой вот прям сжатый свод правил. Если я этот трактат, в общем-то, соберу просто на страничке А4, у меня может получиться примерно 4 страницы, 4 листа А4, он не очень длинный. Но, тем не менее, емкий вот эти все правила отражает. С тех пор у нас, вот это тоже очень важный момент, с тех пор, если, например, у нас, наверное, менялся язык сильно, если я возьму, открою текст древнерусский, там, 15 века, мне нужно сходить на специальные курсы церковнославянского, древнеславянского языка. Я не справлюсь с текстом русским. Я не смогу его читать. А тибетский текст мы читаем с вами, поэму 13 века, 37 практик Бодхисатвы, и мы все в ней прекрасно понимаем, даже если мы знаем современный разговорный язык. То есть тибетский язык, он очень такой консервативный, архаичный, очень мало менялся. У него нету такого вот сильного изменения через века, когда мы с вами уже какие-то старые тексты просто не способны понимать из-за того, что устаревшие слова и тому подобное. И даже говоря о современном, например, разговорном языке, мы с вами, если им владеем, тем не менее, какие-то старые надписи, старые тексты мы с вами спокойно читаем. Очень интересно в тибетском языке словообразование. Тибетцы, они очень-очень не любят заимствование. И поэтому, когда тибетцы переводили на тибетский язык учение, дхарму, они на самом деле старались на все придумать свои новые слова. Вот русский язык тоже в этом смысле совсем по-другому себя ведет. Русский язык все время все заимствует. У нас с вами та же самая лексика, которая касается тхармы, учения. Вот я сейчас сказала слово тхарма. Это уже санскритское слово Будда, сансара, нирвана. Это все у нас с вами санскритские слова. Потом у нас с вами начинается тхармакая, самхокая, нирманакая. Кто знает, что такое тхармакая, самхокая, нирманакая? Кто-то знает, да? Вот, ну есть те, кто знает. А кто не знает? Есть те, кто не знает. И они такие, что я здесь делаю? О чем эти люди? Ну, на самом деле, получается такая ситуация, что мы с вами заимствуем из санскрита. И чтобы человек читал даже популярный текст на русском языке по учению, ему нужно все-таки как-то определенно прокончаться с точки зрения вот этих вот всех терминов. А в тибетском языке вообще все перевели на свой тибетский язык, создали новые слова. Ну, из-за того, что тибетцы создали новые слова, есть сейчас достаточно много разных точек зрения, в том числе у переводчиков на русский язык. Кто-то считает, ну, вот смотрите, тибетцы создали новые слова, давайте мы тоже новые создадим. Кто-то говорит, ну, подождите, вот я теперь читаю, я даже не узнаю, что это такое, да? Я не понимаю, что это. То есть, ну, тут это действительно такой сложный вопрос, потому что, может быть, можно так, как они сделать, может быть, и не очень это хорошо и так далее. Вот я как раз этого как раз не хочу касаться. Вот, но тибетцы, создавая свои новые слова, они посмотрели, например, что обозначает какое-то слово, то или иное, и решили, подходит им это или не подходит. То же самое слово Будда. Ну, наверняка все слышали, это очень-очень расхожие сейчас популярные рассказы о том, что русский и санскреть – это просто братья-близнецы, что они прямо похожи. На самом деле это не совсем так, и даже, прямо скажем, сильно не так. Но, тем не менее, действительно очень много похожи, потому что у нас, вообще-то, одна индоевропейская семья языков. Она индоевропейская. Ну, русский и санскрит, вы знаете, вообще-то русский с английским тоже похожи. Там сестра, систр, брат, бразер. В общем-то, слова такие достаточно, вот эти слова, которые обозначают родственников, это слова, которые давно в языке. И, тем не менее, они у нас там с английским языком похожи. Ну, наверное, с санскритом тоже много похожего. И поэтому нам легко понять, что слово Будда, оно действительно созвучно нашему русскому «будить». Будда – это тот, кто пробудился, пробужденный. Но тибетцы решили, они понимали, что что значит слово Будда. Они понимали, это тот, кто проснулся. Но они решили, что проснуться – это как-то слишком обыденно. Этого недостаточно. И взяли, создали свое собственное слово, тибетское слово «санге», Будда, которое состоит, на самом деле, из двух глаголов. Первый глагол «сан» – это очиститься, второй глагол «ге» – это раскрыться, развиться. И на самом деле в это слово просто вшита вся сущность того, как стать Буддой, как стать просветленным. Потому что нужно очиститься от всех скверн и раскрыть все достоинства. Вот кто такой Будда – очистившийся и раскрывшийся. И иногда люди спрашивают, а что такое просветление, а как стать просветленным? Да вот, нужно «сан» – очиститься, «ге» – раскрыться. Все плохое – очистить, все достойное – раскрыть. Все. Слово «санге» – очень простое слово. Но если мы с вами… У нас слово Будда уже закрепилось в языке, но если мы таким же образом будем пытаться новые русские слова какие-нибудь придумывать, на самом деле, наверное, нам будет поначалу тяжело. Тибетцы взяли таким же образом, сделали и само слово «просветление». То есть вот есть Будда, есть просветление. Просветление – это тоже только два другие глагола. Очиститься и раскрыться, соответственно, сочетать в себе все благи и качества. И так далее. В тибетском языке вот эта вот вся терминология, она в основном состоит из вот таких вот композитных слов, которые укомплектованы из разного рода каких-то частей, обозначающих что бы то там ни было. То есть там у нас с вами… Ну, где-то они брали прямо кальки с санскрита, потому что там есть такхагата, так ушедший, сугата, ушедший в счастье и так далее. И тибетцы брали. Так, ладно, если главу проснуться Будда, проснувшийся, не подошел, пробужденный, то вот такхагата, сугата и так далее, эти слова им понравились, они взяли кальку, но кальку логическую, не фонетическую. Ушедший, достигший окончательного счастья, ушедший в абсолютную реальность, в состояние того, как оно есть и так далее. Вот этих слов тоже у них очень-очень много. Но в тибетском языке есть у нас с вами так называемые науки традиционные. И среди вообще, в принципе, традиционных тибетских наук есть пять больших наук и пять малых наук. И вот язык, как таковой язык филология, он относится к одной из пяти больших наук. А вот пять малых наук, четыре из них связаны с речью, с языком. У нас с вами среди пяти малых наук, одна из наук – это поэзия, стихосложение, другая наука – это у нас с вами ораторское искусство, искусство, соответственно, там хорошей, правильной речи. Потом у нас там с вами, вот сейчас вот я даже сейчас на скидку не скажу одну, ну, потому что там у нас с вами, а нет, там три науки языковые получаются, потому что там у нас с вами сценическое искусство, театральное, и потом еще астрология, да, там три языковые получалось. И вот, соответственно, стихосложение, ораторское искусство, и еще одна наука, которая называется наука умения приводить, ну, если мы сущность слова будем переводить, наука умения приводить образные какие-то примеры. Иногда ее называют наукой о синонимах, но что здесь имеется в виду под синонимами? Мы с вами должны приводить какие-то хорошие, яркие, красивые примеры, образы на разную терминологию. Вот, и там у нас с вами среди вот этих вот образов есть, на самом деле, достаточно такие неожиданные образы. Ну, понятно, когда у меня, например, Лохаса, столица Тибетско-автономного района, известный очень город, соответственно, ее же называют город Солнца. То есть вы читаете город Солнца, но это же нужно знать, мало ли, что там за город Солнца. Вы должны знать, городом Солнца вообще-то называют Лохасу. Вот, потом вот, когда мне Тибетис рассказывал про эту науку, он мне сказал, вот смотри, как ты думаешь, что такое луноносый? Что такое луноносый? Это вам вопрос сейчас. Что такое луноносый? Красивый поэтический эпитет. Луноносый. Главное, не луналикий, нет, луноносый. Как вы думаете, что это? С картошкой. Ну, с картошкой. Ну, давайте. Нет, это не вы, это не вы. Кто-то? Что-то связанное с женщиной. Я бы сейчас уже обиделась. Что? Несет астрологические знания. В общем, луноносый, я не буду вас долго мучить, это у нас с вами красивый поэтический эпитет поросенка. Ну, все-таки вы человек. Все-таки вы человек. Но это у нас с вами сейчас смешной пример. Это у нас с вами сейчас смешной пример. А на самом деле у нас с вами, вот помимо таких примеров, очень много эпитетов, которые мы с вами должны правильно понять. Я, например, там читаю текст. У меня написано, опора, что обладает, значит, это получается не слово свобода, опора, что обладает медлительностью и достатком. Опора, что обладает медлительностью и достатком. Вот. Это вообще-то наше с вами драгоценное человеческое рождение, у которого под словом медлительность подразумеваются свободы, что мы с вами как бы не мучаемся от каких-то мучений, которые испытывают существа нижних миров. И у нас с вами есть вот этот вот достаток обретения дары. Обычно переводится как «свобода и дары», кстати, хороший перевод. Вот. То есть драгоценное человеческое рождение, в котором мы с вами не в нижних мирах, мы столкнулись с учением, учение существует на земле и так далее. Но буквально, если я читаю, у меня написано, вот, у этой опоры, которая имеет медлительность и достаток, или там вот эта вот прибыль. Вот. И если мы не знаем с вами заранее, ну вот этот вот пример, который я привела, обычно люди, которые тибетский язык изучали, изучают, они легко понимают, что это такое, потому что это мы с вами знаем эти термины, они у нас постоянно встречаются. Ну, полно вот этих вот вещей, полно вот этих терминов, которые на самом деле крайне сложны для перевода. И сейчас я должна вас, знаете, к чему подвести? К тому, что я сама когда-то совершенно вот, прям, поверьте, не планировала учить тибетский язык совсем от слова вообще. Я, мне очень сильно в этой жизни повезло, потому что, как только в, соответственно, я еще застала СССР, в нем даже школа закончила, и как только здесь изменилась политическая ситуация, сюда стали приезжать учителя, я прям сразу с ними столкнулась. Ну, вот как-то ветер кармы меня к ним вынес, и более того, в 91-м году я видела его святейство Далай-Ламу воочию в Москве. Вот так вот это в 91-м году это еще было возможно. А в 91-м пустили. Так что так вот. Но я тогда, как бы, заинтересовавшись учением, там, стала получать учения, стала практиковать, и я такая подумала, ну, сейчас же все переведут, сейчас прям вот все переведут, сейчас все будет отлично. Вот. Прошло 10 лет. Вот. И я решила пойти поучить тибетский. Неожиданно для меня совершенно, я не планировала там как-то серьезно этим тоже заниматься, потому что я считаю, что я лингвистически, я и сейчас считаю, что я лингвистически не особо одарена. Вот. Ну, вот сейчас я, конечно же, фанатик такой, прям фанатик изучения тибетского языка, потому что я понимаю, что, во-первых, переведут мало, ну, за наш с вами век, мы с вами не очень много проживем, больше 100 лет вряд ли кто-то протянет. Вот. Переведут мало и переведут вот под вопросом, не потому что переводчики плохие, переводчики все очень хорошие, они очень стараются, они очень стараются, но им тяжело. И вот у вас получается, вот это вот опора со свободными обретениями, что вам писать? Вам писать, что это человеческое тело, или вам писать опора? Или вам, вот как быть, да, там, использовать эпитет или не использовать эпитет, или растолковать этот эпитет, или еще что-то. Просто, на самом деле, переводчикам очень трудно. Они стараются как могут, получаются у них, как бы, с одной стороны, с другой стороны, и начинаются там, соответственно, вот как там проходят разные баттлы между переводчиками. Кто-то за то, чтобы переводить максимально дословно, потому что, кстати, вот в тибетской традиции есть у нас с вами такой подход, что максимально ценился дословный перевод, точный. Но, возможно, санскрита это было возможно переводить на тибетский. Когда с тибетского переводят на русский, дословный перевод, вы знаете, он очень тяжело смотрится. И, прямо скажем, странно. Но это моя точка зрения. Вот. Есть перевод по смыслу. Вот перевод дословный, перевод по смыслу. Как переводить? Кто-то на одной позиции, кто-то на другой позиции, кто-то на третьей позиции. И я все-таки сейчас считаю, что лучше подучить хотя бы до какой-то степени, лучше бы как-то разобраться немножко в этом языке, чтобы в любом случае вы могли бы открыть оригинал, посмотреть, увидеть, что там использовано за слово, и, наверное, это вам немножко поможет. Вот. Ну и при этом еще хочу сказать, что жизнь, она полна неожиданностей. Самая, на самом деле, по профессии художник. И если бы мне в 30 лет сказали, что я выучу тибетский язык, буду его преподавать и писать учебники тибетского языка, еще я везду курсы тибетского языка в Академии наук, вот если бы мне в 30 лет кто-то сказал, что это буду делать, я бы хохотала до упада. Я бы сказала, этого точно со мной быть не может никогда, это исключено. Вот. Но вот я здесь сейчас это делаю. Это удивительно, на самом деле, какие у нас с вами бывают вот такие вот интересные какие-то кульбиты в жизни. Вот. Давайте мы с вами сейчас поговорим уже прямо, я вам порисую какие-то буквы, пообъясняю, как вот мы с вами сейчас, я считаю, нормальным с вами полчаса поговорили. Может быть, вопросы какие-то ко мне есть, вот по теории. Если есть вопросы, сразу задавайте, потому что мне хочется, чтобы у нас прям такая была теплая атмосферная встреча. Вот. Потому что я хочу вам немножко рассказать о подходе, как мы с вами пишем буквы. Вот. И потом уже мы с вами пойдем, там у нас с вами есть столы, у нас там с вами есть, соответственно, тексты, и можно будет всем вместе это все пописать. Вот. Есть вопросы у нас какие-нибудь? Ну, вот мне иногда пишут, скажите, пожалуйста, а вы закончили, значит, академию при, значит, библиотеке тибетских архивов или, значит, еще какую-то академию? Нет, ни одной из академий я не закончила. Ну, я училась на, сначала в 2000 году на курсах при Институте Кармапа, в Москве проводил, Слава Ермолин, такие курсы. Потом я уже занималась частно с тибетцами, преподавателями, еще монах Царингдандруп в Москве проводил курсы тибетского языка, которые в итоге стали курсами у меня на квартире. Вот. А потом уже просто учила везде, где только у меня появлялась какая-то возможность. Вот. То есть какого-то вот такого учебного заведения. Ну, кстати, вот относительно учебных заведений я хочу сказать, что сейчас ситуация у нас с вами не очень, как бы, благополучная. В том смысле, что, ну, я не буду называть этот город, потому что вдруг кто-то там потом расскажет, что вот там. Вот. Но вот у нас с вами в одном городе есть в Институте тибетский язык, и педагоги, которые там преподают тибетский язык, они сами своим студентам открытым текстом говорят, что мы знаем только теоретический язык, мы на нем не разговариваем, мы не переводим, мы не понимаем. Вот. То есть получается такая ситуация, что вас научат теории языка, вы, может быть, будете переводить какие-то исторические тексты, но тоже, на самом деле, как бы, вам будет тяжеловато, потому что, если вы не владеете языком вот в таком вот полном объеме, то, ну, вы понимаете, ваше сознание будет достаточно однобокое. Вот. Такая вот у нас с вами, в принципе, история. Я, на самом деле, больше занимаюсь именно преподаванием тибетского языка, и много у меня занимается людей, соответственно, ну, если вдруг, реклама, у меня школа называется Тибет-класс, если вы там наберете в интернете Тибет-класс, и ВКонтакте у нас очень большая группа, вот, и периодически, соответственно, там набираются студенты, и всегда там что-то размещается. Ну, если мы говорим о переводах письменных текстов, то я ими очень мало занимаюсь, и переводила только то, что мне самой захотелось. Вот. Ну, и, по-моему, так у меня, ну, там у нас лежит сейчас, верстается одна книжка, которая будет именно таким вот переводом. Вот. Больше я подготавливала материалы учебные, а устные учения я перевожу. У нас, на самом деле, почти нет устных переводчиков. Вот. Письменных-то у нас побольше, а устные, значит, вот это вот действительно тяжело, потому что, ну, я не считаю себя совершенно точно хорошим переводчиком. Есть очень хорошие переводчики, вот, как раз Бем Ментруев, у его святейшества Далай-Лама, его личный переводчик. Вот. Есть еще очень-очень переводчики высокого, очень высокой квалификации. У меня не очень высокая квалификация, с моей точки зрения, поэтому перевожу там, куда позовут. Вот. Но что здесь я стараюсь делать, когда перевожу устно? Я стараюсь по возможности, конечно, сохранить манеру речи учителя, то есть, если он говорит с какими-то там, ну, вот, как он строил предложение, как-то так вот. Вот. И я еще долго для себя, ну, не очень долго, но я решала для себя вопрос, тоже вот обратите внимание, когда переводчик устно переводит, переводит он от третьего лица, там, драгоценный учитель сказал, что он, когда был ребенком, там, та-та-та, или переводит он от первого лица. Вот. Я для себя решила вопрос переводить от первого лица. То есть, я прямо говорю, я, когда был ребенком, та-та-та, вот, вот это тоже такой момент, который я так вот для себя решала. Ну, у вас что получается? Вот вы приходите устным переводчиком работать. Тибетцы говорят очень быстро. Вот. И вот вы как бы сели, он такой, тр-тр-тр-тр-тр, и вы смотрите, пять минут уже, тр-тр-тр, вот. А вам нужно это все услышать, понять, запомнить и потом пересказать. И вы ему такой, пожалуйста, пожалуйста, остановись, остановись. Он такой, ой, точно, ты же здесь. Остановился. Потом ты ему помедленнее, помедленнее, поменьше. Он хорошо. И так. То есть его хватает на первые три слова медленно. И дальше он как бы опять, конечно, помчался. Ну, как есть, так, в общем-то. Вот единственное, что могу рассказать о собственном опыте. Ну что, давайте пощупаем буковки тибетские. Микрофончик вытаскивается, да? Сколько? Что, что, сколько? Букв сколько? Тридцать. Тридцать букв в тибетском языке. И смотрите, у нас с вами, что получается в тибетском языке. У меня за буквы считаются только согласные. Гласные – это просто диакритические знаки, которые пишутся сверху или снизу. То, что там у вас сейчас подготовлено, это у нас с вами письменность, которая называется по-тибетски «учен» или «большая голова» или буквально «имеющий голову». «У» – это голова. «Учен» – это у нас с вами печатное письмо, на которых, собственно говоря, и напечатаны тексты. Есть у нас с вами еще и курсив, конечно, в тибетском языке. То есть там, если вам будет врач писать там какой-нибудь диагноз, еще что-то, он напишет вам курсивом. Вот. Но вот когда врач пишет диагноз, на самом деле, я не знаю почему, почему-то на планете Земля все врачи пишут одинаковым курсивом. Что русский, что тибетский, он практически нечитабелен. Вот. Но сам по себе курсив, конечно, читабелен. Курсив, на самом деле, я не рекомендую с него начинать учить. Давайте сейчас тогда скажу два слова сразу про курсив. Черным фломастером, да. Ну, вот это вот русский курсив, который обычно все иностранцы друг другу пересылают, чтобы пожаловаться на жизнь, кто учит русский язык. Вот. Вот именно поэтому я не рекомендую тоже сначала тибетский учить, потому что просто если у нас нет опыта языкового, нам с вами будет очень-очень тяжело начинать с курсива. Вот. А мы с вами поэтому начинаем с печатных буквок и... Да, я написала слово тишина, да, русское. Ну, что-то ужасное, да, я согласна. Это русский, кошмар вообще. Я все время радуюсь. На самом деле, тибетский язык, он, знаете, чем страшен? Своей непривычностью. Там очень много шиворот на выворот. Но в итоге он легче русского. То есть ты в какой-то момент понимаешь, что язык-то легче русского. Вот. Ну, у нас с вами в Учен самое главное, то, что есть такая вот горизонтальная черта. Все буквы начинают писаться с этой горизонтальной черты. И когда вы сейчас будете переписывать там сутры, всегда сначала рисуем эту горизонтальную черточку. У нас с вами есть определенный алгоритм направления написания букв. И у нас все буквы пишутся слева направо и сверху вниз. Поэтому вот вы когда будете переписывать, вы за этим следите. Потому что иногда люди пишут там как-то вот так вот. Это неправильно, это плохо. Мы с вами должны соблюдать вот эти все... То есть у меня есть голова. Потом я слева направо, сверху вниз остальные элементы. Рисую сверху вниз обязательно. Поэтому вот на это вот посмотрите. Мы, конечно, не будем сейчас с вами вот все буквы изучать. Потому что это, ну, как бы даже на уроках это занимает, знаете, два полуторачасовых занятия. На что обратим внимание? Вот у меня есть буквы, которые вписываются как бы в два квадрата, вытянутые. И буквы, которые вписываются в квадрат. Но у них все равно обязательно есть вот эта вот даже маленькая голова, горизонтальная черта. И всегда начинается с нее. У всех элементов букв на самом деле есть названия, которые по сути по своей какие-то части тела. У них есть там голова, шея, талия, рука, зуб. Это живые организмы. Понимаете, это прямо вот человечки такие. И сами тибетцы, когда мне говорили, что надо вот начинать сверху с головы, они говорили, что начинать надо с головы в жизни. И что сверху вниз знания пришли нам от просветленных на самом деле. Вот эти вот знания. И вот как они сверху от просветленных пришли к нам сюда людям, так и мы буквы пишем именно сверху вниз. Поэтому за этим последите. Потом что у вас там еще будет? У вас будут стоять вот такие вот точечки. Вот эти вот точечки, они как раз у нас с вами разделяют слоги. Разделяют слоги. Разделяются у нас с вами, если вы видите большой пробел, например, вот у вас стоит вертикальная черта, потом какой-то пробел, то здесь у вас отнюдь ни слова разделяется. Здесь у вас какое-то поэтическое, может быть, предложение, может быть, перечисление, но у вас здесь просто интервал, который был нужен по каким-то причинам. Но это не интервал между словами. А в общем-то у вас будут идти буквы, буквы, буквы. Ну давайте сейчас я там что-нибудь напишу. Ну вот я сейчас немножко написала, и вот у меня стоит точка, 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 точка. Это на самом деле у меня просто разделение слогов. Слов у меня здесь несколько, но на самом деле у меня дают всего два слова. А точек, видите, раз, два, три, четыре, пять точек, они разделяют слоги. Поэтому на эти точки тоже обращаем внимание. И буквы все начинаем, написали голову, написали элемент, который, ну вот все время слева направо, сверху вниз, за этим следите. Могут у вас быть, когда мы говорим об огласовках, кстати, вот у вас будет, например, какой-нибудь значок, например, сверху вот такой вот. Это огласовка. Может быть, снизу будет значок. Это огласовка. Огласовок у меня в тибетском языке всего четыре. Тибетцы там не стали, знаете, как-то сильно с гласными. Ну, как у нас с вами в русском языке десять гласных, в корейском двадцать. Не знаю, как можно двадцать гласных звуков из себя извлечь, но они смогли. Вот. А в тибетском четыре огласовки. Правда, есть еще А, которые никак не пишутся. У нас пять гласных всего в тибетском языке. Вот. Так что, соответственно, такая здесь у нас будет история. Если есть у нас какие-то вопросы, вот по написанию, просто можем с вами сейчас уже пойти... Сколько у нас времени? Можем с вами сейчас уже... Да, давайте, вопросы. Покажите прямо. Вот это вот, это же лигатура, да? Ну, здесь у меня... А, ну, давайте я сейчас еще тогда вам расскажу. Как бы у меня еще в тибетском языке, на самом деле, вот здесь вот и вот здесь вот у меня есть, знаете, формирование слога, формирование, вот здесь я сказала, что слогов у меня не очень много, но у меня тибетский слог, он у меня формируется и по горизонтали, и по вертикали в том числе. То есть вот здесь вот у меня несколько согласных слеплено по вертикали. Это несколько согласных вместе слеплено. Вот здесь вот тоже у меня несколько согласных вместе слеплено. То есть у нас с вами получается так, что фактически, ну не обязательно не каждая, но фактически у меня вот такой вот, это вот максимальная схема, максимальное количество согласных, слоги, фактически у меня такие кроссворды, вот это у меня самое удачное было сравнение, одна девушка у меня, студентка, закричала, я не могу читать эти кроссворды, куда смотреть, потому что там, знаете, правила чтения в тибетском языке, они достаточно заковыристые, правила чтения таковы, что вот у меня написано здесь много букв, из них читается только две, здесь читается только тоже две, хотя написано очень много, вот очень много немых согласных, очень много немых согласных, и еще очень много сочетаний, которые эти две буквы, когда рядом стоят, читается что-то третье, вот, а не то, что написано, ну вот как в английском, вы же наверняка все учили английский, да, написано Манчестер, читается Ливерпуль, вот это все как бы, ну что вот с этим делать, соответственно, так что. Так что такая, ну вот правила чтения, мы сейчас с вами даже, в них даже нет смысла сейчас лезть, потому что правила чтения учатся два месяца в тибетском языке, это даже не два-полуторачасовых урока про алфавит, это два месяца как бы такого, как бы кропотливого изучения, что как читать, вот, ну на самом деле каждая буква тибетского языка это сразу слог, в котором по умолчанию буква А есть, вот, а дальше уже у меня может быть слог, состоящий одно из единственных согласных, или из двух согласных, или из трех, и так вплоть до шести. Не-не-не-не, никак в иероглифах, нет-нет-нет. В этом смысле, кстати, как раз тибетский язык он алфавитный, это не иероглифы, учить это точно легче. Кто-нибудь уже учит китайский, скажите? Да? Да? Пытались? Ну, тибетский чуть-чуть сложнее китайского, вот, поэтому, в принципе, китайский не очень сложный был, да? Ну, тибетский чуть-чуть сложнее. А, ну тогда, да, тогда вообще, тогда, какой китайский после санскрита? Пойдемте рисовать, да? 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 Продолжение следует...